К сегодняшнему дню на ютубе можно найти огромное количество роликов по Евангелиону. От прекраснейших и хороших, до откровенно смешных и уморительных. Я давно считал, что про Еву сказано уже всё и более, но люди либо постоянно перезаписывают одно и то же видео, где разбирают так называемый смысл для тех, кто почему-то ленится подумать сам, либо ищут смыслы там, куда они никогда не вкладывались, или вовсе публично срут в штаны. И лишь единицы просто по-человечески хотят поделиться впечатлениями и выразить свою любовь к франшизе. Хотя эти вроде как тоже просто делятся впечатлениями. Если люди на протяжении вот уже 26 лет так активно обсуждают это творение, то где-то здесь и кроются причины успеха. Ими можно назвать всё, что попадётся под руку, даже случайно оказавшиеся в Еве вещи. Кресты, породившие уйму теории, когда по факту вставлены просто потому что выглядят клёво. Намеренно оставленные пятна в лоре, сплошные недосказанности, религиозные подтексты, даже рандомная сцена в больнице. Уверен, что большинство из этого планировалось хитрым режиссёром как топливо для неугасаемых обсуждений, которое будет поддерживать жизнь Евангелиона. Это всё не говоря о настоящих причинах успеха. Шикарной режиссуре, дизайнах персонажей, взаимодействия этих персонажей, а главное, вложенной души Хидоаки Анна. Всё это уже было сказано и упомянуто в роликах, но никто не говорил о том, что лично меня в принципе завлекло посмотреть Еву и то, что наполняет это аниме настоящей эмоциональной силой, жизнью и является проводником между нами и переживаниями персонажей. Это видео посвящено музыке. Музыке в Евангелионе. Есть такая известная цитата, которую приписывают разным людям. Говорить о музыке – всё равно, что танцевать об архитектуре. В ней, конечно, есть доля смысла, но почему-то это не мешает всем говорить о других формах искусства. Картинах, фильмах, скульптурах, аниме, упаси боже. Вот люди, похоже, приняли эту цитату слишком близко к сердцу. Тот факт, что музыку Евангелиона упоминает лишь вскользь, меня несколько огорчает, учитывая то, насколько важную роль она сыграла и что человек, который стоит за её написанием, ничуть не меньше гений, чем режиссёр. Имя ему – Широсагису. Это мой любимый аниме-композитор. Из тех, что я смотрел, мне нравятся вообще все тайтлы, где он отвечал за саундтрек. Если убрать его из блича, то у меня бы не осталось приятных воспоминаний, когда я смотрел его, и никогда не было бы желания пересмотреть. Если убрать из Евы саундтрек, то переживания и эмоции персонажей до меня просто не доходили бы, а без такого импакта на зрителя аниме никогда не взыскало бы успеха. Шин Годзилла не был бы хорошим фильмом, если бы не эта ужасающая сцена, которая черпает большую часть своей силы из музыки за авторством Сагису. Его и ее обстоятельства я хочу посмотреть только из-за того, что слышал случайные осты, которые также были написаны этим гением. Но в чем же заключается его гений? Для этого нам надо разобраться, а в чем вообще состоят качества хорошего саундтрека. В идеале, музыка мало того, что должна служить аккомпанементом для фильма и придавать его самым сильным моментам эмоциональный окрас, но еще и без проблем восприниматься без знания контекста. А самое главное, музыка должна становиться в несколько раз сильнее, если мы знакомы с этим самым контекстом. Я слышал третий сюит Баха и Дема Джор много раз и много где, все-таки это его самая хайповая вещь, но после просмотра конца Евангелиона он стал ассоциироваться с Аской и ее безумным кровавым танцем, что она устроила. Теперь этот трек, можно сказать, несет в себе целую сцену, каждый раз, когда я его слушаю. И у Широ Сагису, как ни у кого другого, получается писать музыку, которая соответствует всем вышеперечисленным качествам хорошего саундтрека. В этом он уступает, наверное, только Йоку Кана и, в частности, The Seed Bells, альбом которых я послушал задолго до просмотра Ковбоя Би-Бипа. И даже без контекста я смог оценить его по достоинству. Но вместо того, чтобы бессмысленно сравнивать их, давайте лучше, наконец, перейдем к герою этого видео, Евангелиону. Помните ли вы, что именно сподвигло вас его посмотреть? Для меня таким толчком послужил опенинг. Уверен, что он для многих стал одним из решающих факторов, чтобы пойти и посмотреть Еву. Я много о ней слышал, но никак не находил повода, чтобы взяться за нее. Как друг наткнулся на эту песню. Это было очень давно. Я не помню, где именно я вышел на нее, но оп мне настолько понравился, что сразу стал главной причиной, чтобы, наконец, посмотреть аниме. Моя реакция на него была, наверное, как у этого чела, которого мне пихают в рекомендации. И ведь этот опенинг, по сути, кликбейт. Давайте представим, что вы пошли смотреть это аниме как раз где-то в 95-м году. Крутые роботы, яркие персонажи, невероятно цепляющий опенинг, торжественно открывающий тебе ворота в этот новый мир. Как вдруг ты начинаешь замечать подвох и осознавать, что тебя конкретно наебают. Но я надеюсь, что все зрители этого видео вышли после Евангелиона за мотивированными и сильными личностями, а не наоборот. Серьезно, если бы не эта недавняя волна роликов по Еве, то я никогда бы не узнал, что люди, оказывается, наоборот, влетают в депрессию после концовки. Вы как, ребят? Первая серия встречает нас сценой с нападением Ангела. И если вы знакомы с саундтреком, то сразу заметите, насколько Сагису прямолинеен. Ангел атакует, назовем трек Ангел атакует. Показывают Рэй, играет Рэй 1. Перед Синди ставят сложный выбор, который сразу дает нам знать, что он за перец, играет Синди. И так здесь почти со всеми названиями треков за парой исключений, типа Босиком в парке. И как бы, да, это просто название, и мне просто захотелось растянуть сценарий, но они также подтверждают характерную прямолинейность саундтрека. Основной месседж Евы точно так же тупо идет в лоб. Все ведет к тому, чтобы создать красивую обертку для мысли «Пацаны и пацанессы, любите себя и свою жизнь, ведь пока мы живы, все будет дайджобу». Поэтому я нахожу крайне забавным, что люди восприняли все наоборот и вообще life is not дайджобу. Концовка в теории должна была стать зарядом мотивации на всю жизнь и чуть ли не просветлением, но большинство не оценили. Хотя, если быть честным, то меня оригинальный конец замотивировал разве что долги по математике сдать. Прямолинейность не лишает саундтрек деталей и отличного внедрения в сериал. Благодаря хорошей режиссуре накал страстей в некоторых сценах возрастает вместе с динамикой музыки. Например, в Шинжи, когда его просят полизать в робота и ставят перед самым сложным выбором в его жизни. Я говорил о подобном видео про Харухи, когда затрагивал гимнопедию номер один. В этой же сцене нам буквально вкатывают персонажа Рэй под ее тему, и это что-то неземное. В этом треке у меня идут мурашки буквально от каждого мува-композитора. От начала, от перехода к основному мотиву, от врыва скрипок. Эта тема пропитана грустью и трагичностью, так же как и существование Рэй. Трагично. Неописуемая штука, и Широ Сагису это понимал, поэтому мотив Рэй мы будем слышать часто, и не только в ее разных темах. Например, вышеупомянутый Шинжи. Начало мотива одинаковое, но свой курс он держит в другую сторону. Много чем это можно объяснить. Кто-то скажет, что это из-за того, что она клон его матери, а я скажу, что это из-за того, что если бы Синди родился девочкой, то его назвали бы Рэй. Меня, например, мама хотела назвать Юлей. Так, 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 секунду. Юля Роши. Наверное, с первой серии сложно оценить всю красоту этой музыки, но на протяжении сериала, за время, пока мы сближаемся с персонажами, она начинает производить больше эффекта и окрашивать сериал все ярче. Ну или, если оно того требует, делать его мрачнее и тусклее. Можете представить себе сцену с поздравлениями без музыки. Можете представить себе битву Аски с серийными ангелами без Баха. А сцену комплиментации без Камсуса Тодда. Минимум половина впечатлений от этих сцен держится только на музыке. Как раз она и ответственна за то, что во время какой-нибудь сцены мы можем ненароком уронить слезу. Очередное подтверждение, насколько важно написать хороший саундтрек. Наверное, единственная проблема музыки Евангелиона — боевые темы. Нет, ну я, конечно, понимаю, что Decisive Battle — это прям айконик, причем настолько, что в Шинго Дзиле Сагису используют аж 5 разных версий этого трека. Почти каждый раз, когда появляется ангел и начинаются боевые действия, играет Decisive Battle. Неплохо как бы, но я не могу не сравнивать это с саундтреком Стальной Тревоги, где боевые темы, как по мне, на голову выше, чем в любом другом аниме. Правда, скорее всего, это из-за того, что я утенок. В остальном у нас остаются еще темы Евангелионов и... ну... всякие другие. И в этом и проблема, что все остальное затмевается стенд-аутами, в отличие от той же Стальной Тревоги, где почти каждый трек был запоминающимся. Под боевыми темами я, кстати, не подразумеваю подобное. Это сцены настоящего ужаса и террора. Как бы то ни было, суть Евангелиона никогда не была в битвах больших роботов, так что все это без проблем можно принять как должно. Единственный по-настоящему выделяющийся бой в Евангелионе легендарная 62-секундная битва. Мало того, что это в принципе моя любимая серия и, наверное, пик Евы периода ситкома, так в ней еще и присутствует одна из моих любимейших сцен за всю историю аниме, которая уступит разве что сцене комплиментации и... той самой... ну... на крыше. Во время этой сцены, помимо синхронных действий Аски и Синдзи, которые показали нам незабываемый танец Евангелионов, за кадром еще танцевали Хидеаки Анна и Широ Сагису, которым также пришлось подстраиваться друг под друга, чтобы подарить нам эти незабываемые 62 секунды. Вообще их дуэт настоящая имба. Я посмотрел фильм Шин Годзилла, который был срежиссирован Анна и музыку для него писал Сагису. И я все еще поражаюсь его таланту. Фильм, наверное, был бы не так хорош, если бы не сцена, когда Годзилла начинает фигачить радиоактивным лучом и врубается опера. Тут я весь застыл. Еще одна примечательная деталь Кэтшхокс Дайлемма. Первый раз мы слышим этот трек в одноименной серии и все последующие разы, когда мы будем его слышать, он играет только во время разговоров персонажей по душам, тем самым олицетворяя их сближения или скорее попытки сблизиться. Да и это, в принципе, наверное, самый приятный уху трек в Евангелионе. Ну, может, еще Баррифут Ин Де Парк. Ну, может быть, еще Мисата. Ставь лайк, если тверкаешь под него. Этот трек вообще станет воплощением мирной повседневности, которую представляет из себя Ева после прибытия Аски. Ты понимаешь это, когда в 22 серии Аска, Синзи и Мисата впервые за долгое время собираются вместе в ее квартире. Ты сразу вспоминаешь моменты, когда эти трое старались сблизиться и понять друг друга. Можно даже сказать, весело проводили время. А сейчас... Без музыки эти кадры воспринимаются совсем по-другому. Чтобы развеять эту мрачную атмосферу, вам никогда не казалось, что тема Аски, когда ее впервые показывают, звучит как что-то из Тома и Джерри. Четвертая серия почти полностью лишена музыки. Единственный ост, что там есть, Хеджхокс Дайлемма. Ну и это, если не считать приглушенную музыку из плеера Синзи и радио, которое мы слышим в той самой сцене. Не знаю, что из этого можно вынести, но это однозначно делает этот эпизод одним из примечательных, как в принципе и тот факт, что Хидеаки Анна не причастен к его созданию. Зато тут можно ауфнуть фразой «Иногда тишина может стать лучшим саундтреком». В шестнадцатой серии, когда относительно мирные деньки подходят к концу, музыка также начинает значительно меняться. Остаются только мрачный, рефлексивный эмбиент, трагичные темы вроде той же Рэй и лютая жуть типа музыки, когда Ева-01 входит в Берсерка. Саундтрек в голове Синзи это вообще отдельная тема. В двадцатой серии, когда он растворен, в его голове или правильнее будет сказать душе, начинает играть музыка, которая звучит как что-то первобытное, первородное, если угодно. В этой же сцене Синзи в очередной раз пытается понять своего отца, и даже тут, в его долбанной голове, начинает играть Хедж-Хокс Дайлемма, что, по-моему, уже точно подтверждает его важность. Это, наверное, самая сильная сторона саундтрека, что музыка мало того, что подходит к событиям, в которых она играет, так еще и расширяет и дополняет их. В девятнадцатой серии, когда Синзи наблюдает последствия своего выбора больше не пилотировать Еву, зрителя тут же ударяют пронзительные скрипки Тонатоса, и я каждый раз не могу сдержать слезы. Тонатос, по-моему, лучший трек оригинального сериала. Настолько разнообразный, затрагивающий разные настроения. Начинается максимально трагично, а заканчивается на нотке надежды. И как только ты вытер слезы, тут же Ева входит в режим берсерка, и у тебя просто нет слов, чтобы описать дальнейшее безумие. Дрожь по телу каждый раз, когда я слышу крики Евангелиона. Это, наверное, самый жуткий звук, что я вообще слышал. И раз уж речь пошла про звуки, то обязательно стоит затронуть еще одну из причин успеха Евы. Саунд дизайн. Звук в Евангелионе однозначно важнейшая вещь, которую режиссер использует максимально талантливо и умело. Это относится ко всему. Узнаваемые звуки ударов, звук свертывания крыльев серийных ангелов, который, судя по всему, люди считают лучшим во вселенной, звук запуска анти-АТ-поля, который лично я считаю звуком запуска вселенной, или вечно стрекочащие цикады, которые, конечно, есть в каждом аниме, но здесь они заполняют пустоту. Буквально. Помимо простых звуков, в Евангелионе одни из самых запоминающихся голосов из всех аниме, что я смотрел, особенно учитывая, что сейчас актеров озвучки будто бы растят в колбах. Почти никогда они не выходят за рамки того, чему их учили, когда в Еве Сэю смогли передать настоящее безумие. Например, сцена в третьей серии, когда Синзи рубит ангела. Будто бы смотрю на перформанс Ханатараш, ей-богу. Или восемнадцатая серия, ужас которой идеально подчеркивают музыка и саунд-дизайн. Еще одна вещь, без которой невозможно представить Евангелион, это эндинги. Эндинги здесь, наверное, мои самые любимые. После каждой серии они оставляют это горько-сладкое чувство, дают время на размышления, хотя скорее, чтобы просто с кайфом покрутиться на стуле, и по-моему всегда является неотъемлемой частью каждой серии, иначе автор не запарился бы с подбором разных в Лайме Ту-де-мун к каждому эпизоду. Инструментальная версия, между прочим, достаточно долгое время даже была моим будильником. В сериале остается еще много вещей достойных упоминания, например, Бетховен в серии с Каору, Аллилуйя в серии с Аской и чтением ее мозгов, или музыка в конце двадцать пятой серии, которая словно отражает осознание того, к чему все это привело. Но сделать это видео меня вдохновил не сериал. Саундтрек конца Евангелиона почти идеален. С какой стороны на него не посмотришь. Осмелюсь заявить, что внутри фильма он выполняет главную роль, ведь именно музыка объединяет все составляющие воедино и заставляет все работать. Я осознал его важность, когда решил переслушать его отдельно. И пока я его слушал, я пришел к одной мысли, которая до сих пор не покидает меня. Конец Евангелиона это мюзикл. Своеобразное театральное представление. Experience. Работа с музыкой и ее подбор делают весь фильм настоящим мюзиклом. Это попросту неотделимые вещи. Когда слушаешь саундтрек, ты будто бы слушаешь весь фильм, прогоняешь его в голове и впечатления от этого совсем другие, уникальные. Музыка здесь не черпает свою силу из Евангелиона, ведь музыка и есть Евангелион. Достаточно вспомнить сцену комплиментации под Кам Сусер Тодд и то, насколько умело она переплетена со своим музыкальным сопровождением. Я уже говорил, но скажу еще раз. Евангелион буквально сожрал Баха, и эти две композиции теперь не могут восприниматься никак иначе, кроме как Битва Аски и Рефлексия Синзи, сцена Смисата под Substitute Invasion, также доводящая до слез, титры к первой половине, от которых мурашки с нулевой секунды, и мое любимое. Сцена отвержения комплиментации. Здесь я даже не буду пытаться описать ту кашу из эмоций, которую я испытываю, когда смотрю на эти кадры и слышу Expansion of Blockade. Особенно этот легкий мотив Рэй, заставляющий прокрутить в голове весь тот путь, что ты прошел вместе с героями, а затем взрывающийся и показывающий, куда все это привело. И это ты успеваешь испытать лишь за несколько секунд. Тот факт, что никто не говорил про величие музыки в этой сцене, про величие музыки в конце Евангелиона, исподвиг меня на создание этого видео. Я убежден в том, что музыка действительно является главной связующей между всеми элементами Евангелиона, и если не главной, то точно не последней причиной его успеха. Скорее всего, главная причина это то, что Евангелион сделан так, чтобы разные люди любили его за совершенно разные вещи. Кому-то нравится, как он идеально передает дух того времени, кому-то по душе вайфу войны, их не за что осуждать, кому-то запала в душу атмосфера и визуал, что кстати как раз было тем, что меня зацепило при первом просмотре. А кому-то как мне сейчас в сердце запала музыка в Евангелионе. Спасибо, что посмотрели, надеюсь я не сильно нашизил в этом видео и вам всем понравилось так, что вы не поленитесь влепить лайк и может оформить подписон. Если же мои видео нравятся вам прям совсем сильно, то теперь появилась возможность поддержать меня на патреоне, где я даже постарался и намутил всякие крутые ранги. За один бач вы получаете доступ ко всем материалам, что я посту там, а я там буду вы получаете доступ к дискорд серверу, где всегда можете задать мне любой вопрос, да и просто приятно поболтать. Ну и если уж желаете, то могу поделиться идеями о следующих роликах. За 5 бачей вы сможете попасть на наш сервер Роши Крафт в Майне, где мы иногда заходим и что-нибудь делаем. Ну и тут еще кое-какая смешная штука. А за 15 бачей я пущу вас к себе на дачу, если вы приедете ко мне в деревню. Ну в общем это если вы просто хотите меня прям сильно поддержать. Как-то так. Наверное все.